Мы уже показали вам несколько опытов с магнитной мешалкой. Получали с ее помощью торнадо в стакане воды. А сегодня мы поговорим о еще одном удивительном явлении. И хотя сама магнитная мешалка была изобретена еще в 1942 году, это явление открыто совсем недавно, в 2018 году, группой английских физиков из Ноттингема. По-видимому, они хотели смешать две вязкие жидкости, а вместо этого наблюдали следующий удивительный эффект. Включим источник, и мы видим, как вращается магнитный якорь мешалки. В качестве вязкой жидкости мы взяли вот эту пену для ванн. Бросим в нее небольшой вытянутый постоянный магнит. Когда мы ставим стакан жидкостью на подставку, видно, что на небольших оборотах магнит вращается вместе с якорем мешалки с той же частотой. А теперь увеличим обороты, поднимем стакан над мешалкой и снова опустим его. И, о чудо, магнит поднялся над дном стакана и завис с толщей жидкости. Как же так? Раньше он притягивался к магнитному якорю мешалки, а теперь наоборот отталкивается от него и поднимается до такой высоты, где сила отталкивания равна его весу. И этот эффект наблюдается только для очень вязких жидкостей при достаточно больших оборотах вращения. Какова же роль вязкости во всей этой истории? Когда мешалка не вращается, верхний магнит располагается параллельно нижнему. Но при вращении мешалки вязкая жидкость тормозит верхний магнит, и он отстает от нижнего. Чем больше скорость вращения, тем больше угол этого отставания. И при какой-то критической скорости верхний магнит перестает увлекаться нижним и зависает над ним. Но какая сила не дает верхнему магниту опуститься на дно? Когда магниты повернуты друг к другу разноименными полюсами, верхний магнит притягивается вниз. Когда они поворачиваются одноименными полюсами, верхний магнит отталкивается вверх. И эти притяжения и отталкивания чередуются раз за разом. Но тогда кажется, что средняя сила, действующая на верхний магнит со стороны нижнего равна нулю. И сила тяжести ничем не уравновешивается. Парадокс какой-то получается. Но мы же видим, что верхний магнит висит в толще воды. Давайте внимательно посмотрим на него сверху. Видно, что магнит не просто висит неподвижно. Но медленно вращается и при этом быстро дергается то вперед, то назад. На эти быстрые движения, естественно, посмотреть в замедленной съемке. Ясно, что они вызваны вращением нижнего магнита. Когда он подлетает к верхнему магниту разноименными полюсами, верхний магнит дергается ему навстречу. А когда у магнитов встречаются одноименные полюса, верхний магнит отталкивается от нижнего. Может быть, эти быстрые толчки и приводят к тому, что сила отталкивания преобладает над силой притяжения? Нам было интересно посмотреть на такое движение, и мы промоделировали его в программе «Живая физика». Правда, для двухмерного, а не для трехмерного случая. Полюса магнитов в этой модели мы заменили на разноименные электрические заряды. Они показаны красным и синим цветом. Оранжевая перекладина – это магнит под стаканом, и она вращается с постоянной угловой скоростью. А зеленая перекладина – это вертушка внутри стакана, которая свободно движется в вязкой среде. И вот мы видим, что эта вертушка совершает сложное движение, медленно продвигаясь вперед и совершая колебания, точно так же, как и магнит в стакане мешалки. Когда мы получили эту картинку в первый раз, мы очень сильно удивились тому, что такое сложное движение является тем не менее устойчивым. Детально разбираться с левитацией в магнитной мешалке предстоит в этом году участникам международного турнира юных физиков. А вам я хочу задать относительно простой вопрос. Почему нам не удалось наблюдать левитацию в магнитной мешалке, когда мы заливали в стакан воду или подсолнечное масло? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok